Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все, братцы и сестры, всех приветствую, всем желаю радоваться, веселиться в Господе, всем желаю любить друг друга, как Иисус Христос любил нас, придя во плоти. Вот мои кисульки, посмотри в камеру, девочка, ой, пузо у нас растет, да, ты будешь беременна, это временно, ну иди, эти дикарки только помощь со мной, ой, помочка, помочка. Хотел поговорить о проповеди спасения по вере или учения любви Иисуса Христа. Я вот все время задумываюсь, какой понт проповедовать мне спасение по вере. Ну вот я проповедую, вот человек поверил, и что? Разошлись по странам далеким. Ты, когда проповедуешь человеку любовь к человеку, не к Богу только, а любовь к человеку, если этот человек принимает это учение, принимает сущность бытия в том, что Бог есть любовь, в том, что мир может быть только прекрасен, блажен и радостен, если мы любим друг друга, люди на земле, все творение Божье, природу, зверей, так это счастье. Получается, Господь, когда говорил, что иго моё благо и бреи моё легко, и ты блажен, когда соблюдаешь мои заповеди, получается, что мы люди сами счастливы. Ты проповедуя любовь, ты находишь в себе действительно братьев и сестер. Ты проповедуешь человеку, вот на улице, что ты проповедуешь? Ты говоришь, люди, Бог есть любовь, мы люди, его образ и подобие, мы должны все жить в любви. Человек слышит это, кается, и ты приобретаешь себе брата, настоящего рожденного свыше человека. И реально потом, если он когда-то согрешит против тебя, ты можешь сказать, дорогой, ты согрешил против меня. Вот это настоящая семья будет. А что толку? Я спасен верой. И чего? И хорошо. Ну и все. А мне-то что от этого? Ничего. Как люди не поймут, что Бог ни в кого не верит? Бог есть любовь, это его природа. Бог есть счастье, радость, это его природа. Бог есть смирение, это его природа. Это его природа, его естество. Бог есть кротость, а не тщеславие, это его природа. Бог есть долготерпение, это его природа. Мы видим все это в Иисусе, который есть Бог, пришедшего в плоти. Мы все это видим в нем. Целиком и полностью. А разве Бог верит в кого-то? Разве Иисус в своем Евангелии хоть раз сказал, что Он верит в Отца Небесного? Помощь. Нет. Иисус Христос никогда не говорил, что Он верит в Небесного Отца. Никогда. Иисус Христос никогда не говорил, просто верьте в Бога. Он говорил, веруйте в Бога и в Меня веруйте, ибо Я и Отец одно. Говорил такой Иисус? Говорил. Какой понт мне проповедовать веру без любви? Какой? Во что? Разве Иисус это делал? Нет. Иисус к уверовавшим иудеям сказал, кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Я вот поражаюсь просто. Надо проповедовать учение любви. Ты проповедуй учение любви. Ты находишь в себе людей настоящих. Вот это да. Вот это церковь. Вот это да. Это человек тебе окружающий. А если крестишь его еще сам в воде, в крещении, покаянии, Господь его крестит, естественно, Духом Святым, если он по-настоящему покается и возжелает исправить свою жизнь, вот тогда, тогда это будет настоящий человек. На этого человека можно рассчитывать. Ты родился человек в мир. Вот. Он будет светить дальше светом Евангелия. Обязательно. Если он будет благословлять людей, врагов, всех друзей, любящих и нелюбящих, если он будет творить добрые дела людям, тогда да, он будет являть себе Христа. А Иисус что? Целыми днями веровал в Бога? Нет. Вспомните, как народ смотрел на Иисуса, удивлялся и говорил, что это за новое и учение, что он духом повелевает, болячком, море повинуется ему. Это учение дел, добрых дел, любви к человеку. Вот каково учение настоящего Иисуса Христа. А учение протестантизма – это собственное учение. Оно ничего общего вообще с учением Иисуса Христа не выдрано. Потому что я много раз говорил, «почти» слово ничего не означает. «Почти успел на автобус, ты никуда не успел, ты никуда не уехал». Даже слово «юморно» звучит. «Почти купил», «почти поймал рыбку», «почти поел», «только ты не поел». Слово «почти» ничего. Вот так и протестанты. Они проповедуют почти, «уверовал» и все. И что? «Покажи мне веру твою без дела твоих, а я тебе покажу веру мою из дела моих». Помните, как я писал? «Вера лишь содействует делам, а делами вера достигает совершенства». Вера не верой достигает совершенства, а делами. Потому что вера – это вероучение. Это принцип моей жизни, смысл, путь моей жизни. Я еще говорю, просто задумайтесь над этим. Вот мы все верующие. Можно веровать и убивать людей. Вы помните, что говорил нам Господь? «Будут убивать вас, думая, что тем служат Богу». Даже не просто веруют, а еще и служат. А каким образом? «Закалывая вас, как овец, обреченных на заклане». Ты проповедуешь, он завтра начитался Библии, объявил тебя еретиком и перерезал тебе глотку. Ты сам наступил на собственные грабли. Если ты проповедуешь человеку любовь, Иисуса, который никогда никакого меча в руке не держал, не было у него ни пистолета, ни автомата, ничего. Вот этот человек – это адамант. Стена, кремень, кирпич, на который ты можешь положиться, опереться и спрятаться за него. Этот человек, который душу за тебя положит, грудь подставит, спиной закроет, как угодно. Вот. Иисус, что он веровал, он любил свое творение. Делами причем. А не сидел, бумажки писал. Ни одной бумажки не написал. У его учения соткано из дел его любви. Из дел любви, да. Вот все его учения. А мы во что превратили? Я говорю, я вот лишний раз убедился на своем опыте вам, всегда свидетельствую всей своей жизнью, что когда ты проповедуешь любовь, ты найдешь настоящих детей Божьих и будешь счастлив уже здесь, на земле. И я свидетельствую и от сердца, и от опыта жизни, что слова Иисуса «Аминь» и «Истина» всегда и во всем, и в каждой блоке. И Он сказал, кто не отрешится всего, и даже все это по плоти любви, родни, и не захочет пойти за мной, не мой ученик, а кто это сделает, Иисус говорил, я вам истинно свидетельствую, что уже в этом мире, на этой земле у тебя будет и братьев, и сестер, и матерей, и отцов, и земель, и домов с преизбытком. Потому что у тебя будут братья и сестры, где никто ничего из своего не называет своим, но все у вас общее. А в веки грядущем жизнь вечная. Поэтому найти себе настоящую церковь, собрание, а я вообще ее никогда собранием не называю, я называю церковь семьей. Потому что Господь сказал, кто исполняет мое слово, мое заповедь, тот мне брат и сестра, и матерь. Мы друг другу, не просто члены его тела, мы семья Христова, где люди любят друг друга, я говорю. И, конечно же, ни другого, чужое или как это, другого, все называют своим. Нет, из своего ничего не называют своим. Ну, все общее, да. Ты готов душу отдать, чего ж тебе там, да это. Ты никогда не обидишь, никогда не оскорбишь, не позлословишь, не осудишь. Вот это люди, которые заповеди исполняют. И не важно, что весь мир этого не делает, ты делай. Это самое главное. Потому что ты это делаешь, за тебя поносит, окажется. Ну, как я могу не ответить? Вот меня там грязью поливает какой-то блогер на другом канале. Да пусть поливает. Ты не поливай. Потому что, если ты польешь его, во-первых, я бы с тобой рядом бы не сел. Потому что, ты сегодня палил его, или даже в ответ, завтра ты меня польешь. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя ни первым никогда такие грехи делать, ни последним. неважно как. Ну, так вот. Поэтому я, если честно, я вообще поражаюсь, какой понт. Я вот никогда в жизни не пошел бы проповедовать спасение по вере. Я проповедую любовь только потому, что сам ей уязвился, да? Потому что хочу жить в царстве мира, добра и любви. А живем мы, сами знаете, на какой земле. И когда я прочитал Евангелие и увидел этот свет, эту любовь, эту радость Христову, и подумал, что вот если бы действительно все люди так жили, а оказывается, Бог-то бессмертен, жизнь-то бессмертная. Но это, правда, я и так всегда всем наутром чувствовал. Но в воскресении Христовом я убедился в этом и во внешних событиях. Ну и все, теперь есть смысл быть святым. Есть смысл, потому что все это не пропадет, все это не съедят червяки, ни воры не украдут, ни ржавчина не истребит. Все, что ты внутри, какой ты совершенствуешься, какой ты растешь, преображаясь из славы в славу, все это будет всегда с тобой. Потому что это ты человек, ты настоящий. Это все. У тебя реально появляется желание жить свято, непорочно пред Богом в любви к людям. А Бога ты любишь, если ты любишь ближнего и все его творение. То есть мы любим кого-то, мы, как я сказал, любим все им сотворенное и все от него рожденное. А весь мир исшел от Бога. Он говорил, и так все становилось. Христианин не может не любить природу, растительный мир, животный мир, человеков, ангелов, бесов, как и врагов нам надо любить. Вот так вот. Просто любовь ко всем проявляется по-разному. Это не говорит, что ты ко врагу и к любящему одинаково любовь свою проявляешь. Я уже много раз об этом говорил. Иисус бы ноги и своим распинателем умыл бы. Да как он это сделает, если они эти блаженные руки и ноги ко кресту прибивают? Любовь ко всем одна, проявляется по-разному. И порой по-разному она проявляется только по той простой причине, что невозможно одними и теми же делами любить и врага, и любящего. Потому что враг, он тебя терпеть не может. Он тебя на пушечный выстрел не подпустит. Как ты ему ноги-то умоешь. Даже Петр, помните, говорил, Господи, да не будет этого никогда. Но этот хоть рядышком был. И Господь его вразумил. Что это и есть любовь, и вы должны так поступать. Вот так вот. Поэтому проповедь по вере никаких плюсов, никаких минусов не знаю, да и минусов полно. Посмотрите на культ, особенно протестантизм, стоящий на спасении по вере. Ну и что? Холодные, ожесточенные сердца в основном в своей массе. Сейчас на меня опять начнут. Там у нас есть. Ну есть. Да люди-то хорошие есть, потому что они Евангелие читают. Самоучение бездушное. Проповеди протестанта. В основном ледышки. Холодные, скучные. Ни о чем. Что мне об этом спасении по вере каждую субботу слышать? Мне чего от этого? Ну спасен я, хорошо. Зачем мне голову этим забивать каждую субботу, с воскресеньем и каждый день? О любви. Любовь никогда не перестает. Все перестанет. Все упразднится. А любовь пребывает вовек. Радость, счастье, мир, доброта. Вот о чем надо говорить. Говоря об этом, ты и говоришь о вере, о вере учении. Только как я много раз говорил, Господь на скрижалях у Моисея не написал, люби Бога и ближнего. Господь на скрижалях начертал заповеди, дел, дел. Дела Господь начертал. И на скрижалях сердца нашего, которое он вложил духом своим святым, дела нам написал. Благословляйте, благотворите, молитесь. Вот что нам Господь заповедовал. И что написал на скрижалях, на живых скрижалях сердца нашего. Вот так вот. Поэтому, честно, у спасения по вере одни минусы, ни одного плюса. А у спасения, а проповеди учения о любви одни плюсы. Ты сам от этого пожнешь плод. Потому что тебя будут окружать люди, по-настоящему исповедующие это учение. И ты будешь купаться в их нелюбви. И сам будешь любить. Потому что любить любящих очень легко и отрадно. Вот так вот. Так что вот так вот. Ну ладно, как-то я. Может не собрано. Хотелось вам от сердца к сердцу. Всех обнимаю, всех целую. Ставьте лайк, если ролик понравился. Делитесь им со всеми, с кем считаете нужным. Пишите ваши комментарии, мысли, рассуждения. Задавайте вопросы. Каждую субботу в 15.00 по Москве на канале Христолюб Лайв я буду в прямой трансляции отвечать на них. Ну и зачитывать какие-то любопытные, назидательные, интересные, может быть, ваши комментарии, ваши мысли. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok